всем привет и добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео речь снова пойдет о тестировании бюджетных средств для снятия макияжа с глаз в последнем влоге я вам показывала что купила целых шесть подобных средств и хочу продолжить с ними свое знакомство и я нахожусь в поисках хорошей бюджетной мицеллярной воды в прошлом тест-драйве я выделила мицеллярную воду от чистой линии она мне действительно очень понравилась она мне хорошо подходит не щиплет мои глаза и в общем то все замечательно на втором месте для меня была мицеллярка от люмины сегодня а какие средства я протестирую точнее тестировать я буду их на протяжении трех вечеров я приобрела а вот такой вот мицеллярный лосьон от новосвит ваша не покупала все цены конечно же я буду подписывать в процессе тестирования чеки у меня сохранились и если вам интересно то это будут именно цены а ваша не и в магазине твой дом так вот лосьон мицеллярный от новосвит для чувствительной кожи который не содержит спирта красителей и парабенов далее я приобрела два средства от невея одно из них нежное средство для удаления макияжа с глаз для чувствительной кожи вокруг глаз и второе это смягчающая мицеллярная вода три в одном опять же для сухой и чувствительной кожи еще два продукта это диадемин никогда не пользовалась средствами от диадемин лосьон для снятия макияжа с глаз для всех типов кожи и черный жемчуг в прошлый раз мне не совсем повезло с мицеллярной водой от черного жемчуга на этот раз я приобрела себе деликатный лосьон для снятия макияжа с век для сухой и очень чувствительной кожи а вот так он выглядит и последнее шестое средство это средства для снятия макияжа с глаз от лореаль бережное удаление макияжа подходит для чувствительных глаз сегодня давайте наверное начнем с этих вот продуктов от невея средств от одной марки и посмотрим как они работают сразу оговорюсь что ни одним из этих продуктов я еще не пользовалась я их только купила поэтому на этот раз быть настоящий такой тест-драйв когда мы вместе с вами пробуем первый раз и сразу я буду оценивать результат давайте начнем вот с этого средства смачиваю ватный диск очень нежный практически нейтральный приятный аромат и снимаю макияж с правого глаза постараюсь не тереть мне очень важно насколько хорошо макияж без лишних телодвижений растворится вот какая красота получается у меня сегодня ровно как на протяжении всех двух других дней будет опять же подводка стойкая достаточно стойкая тени на базе и тушь тушь тоже я обычно стараюсь наносить несколько слоев поэтому это не совсем такой ежедневный легкий макияж но тем не менее вот как вы видите с одного взмаха не справляется добавлю еще немного средства посмотрите такая панда из меня получилось давайте приближу чтобы было все видно хорошо вот так ну что придется рискнуть и потереть по итогу видите что происходит фокус немножко не сбивается не справляется девчонки давайте я еще один ватный диск смочу еще подержу вот насколько вы можете видеть по моим ощущениям средства абсолютно не щиплет глаза что есть то есть подходит даже для чувствительных глаз это точно но с косметикой это она не справляется нет макияж снимает плохо именно поэтому опять на помощь мне приходит моя бюджетная мицеллярка от гарни и ей я буду удалять остатки макияжа смотрите что сейчас и вот гарни справилась и как видите тоже я не ощущаю никакого дискомфорта ничего то есть абсолютно глаза не щиплет вернемся назад и так моя оценка этому средству четверка с большой натяжкой для чувствительных глаз идеально подходит абсолютно не щиплет глаза может быть такой знаете легкий ежедневный макияж с одним слоем туши без подводки с тенями смоет справится но подводку и несколько слоев туши не хочет удалять с первого и даже со второго раза поэтому попользуюсь конечно же если у меня будет такой и легкий ежедневный макияж но покупать второй раз конечно же я не буду если у вас было подобное средство пишите как оно вам следующее средство которое идет на тестирование это мицеллярная вода именно смягчающая я видела еще одну какую-то освежающую но в общем-то я решила становиться именно на смягчающей заявлено как новинка и так левый глаз опять же прикладываю ватный диск я надеюсь что ракурс достаточно близкий вам хорошо видно что касается аромата абсолютно никаких резких отдушек ароматизаторов ярких таких вот бьющих в нос и так посмотрим вот видите что остается на ватном диске и все остальное остается на глазу немножко я попробую вот так убрать и обратной стороной придется потерять чуть-чуть свою стрелочку сегодня у меня кстати подводка от лореаль обычно многие средства с ней справляются но вот эти вот почему-то никак так второй ватный диск по ощущениям на глазах не щиплет абсолютно оно получается что то одно либо комфорт либо хорошая работа средства вот опять же работает на четверку с большим минусом как видите два ватных диска и конечно же пришлось прилагать усилия и потереть вот все равно вокруг глаза еще осталась косметика то есть разводы третий ватный диск и вот только с третьего раза мицеллярная вода справилась с моим макияжем макияж причем именно такой же как я делала в прошлом тест-драйве то есть принцип один и тот же и подводка и тушь и тени на базе но даже мицеллярная вода от чистой линии справилась намного лучше чем и вот эта мицеллярка и вот это специальное средство от невеи в заключение сегодняшнего дня что могу сказать пока вот из этих двух никакое средство выделить не могу и не нашла я сегодня своего любимчика еще раз всем привет я продолжаю свое тестирование сегодня второй день и сегодня вместе с вами мы протестируем вот такие два средства первое из них это мицеллярный лосьон от новосвит здесь объем аж целых 460 миллилитров и покупала я его в Ашане и второе средство это черный жемчуг деликатный лосьон для снятия макияжа свек даже для сухой чувствительной кожи очищение плюс уход и давайте наверное начнем с черного жемчуга по аромату как и все средства от черного жемчуга оно мне кажется знаете даже более деликатное какое-то то есть не такой яркий аромат не такая яркая сильная отдушка итак начинаем с моего любимого наверное правого глаза почему-то все время с него я начинаю снимать свой макияж подачалу когда прикладывала ватный диск к глазу никакого дискомфорта я не чувствовала но вот сейчас появляется такое неприятное ощущение рези в глазах да начинает щипать щиплет причем так не по-детски такое же ощущение вот как от мицеллярной воды черный жемчуг нет для чувствительных глаз я однозначно не рекомендую это средство но что касается косметики в принципе неплохо справился как вы считаете боюсь что мне сейчас будет красный глаз потому что прям аж слезы но эксперимент есть эксперимент поэтому что скажешь макияж в принципе снят неплохо достаточно неплохо да нормально справляется нормально с косметикой но появляется резь в глазах ощущение такой слезоточивости поэтому нет однозначно этот лосьон рекомендовать я не буду советовать не могу а второй глаз и лосьон мицеллярный от nova sweet вы знаете производитель действительно не обманывает то есть без отдушки вот здесь заявлено что без отдушки вообще ничем не пахнет но теперь проверим его как снимает макияж и как по ощущениям для глаз этот лосьон мне многие рекомендовали говорили обратили на него внимание большой объем стоит очень бюджетно легко можно найти хотя многие средства которые я показываю они в принципе в свободной продаже мне кажется абсолютно в любом магазине и так вот тушь осталась на ватном диске сейчас еще верхний хвостик у стрелки я растворю вы знаете рези в глазах нет абсолютно никакой мицеллярка действительно очень деликатная посмотрите вообще никаких неприятных ощущений я не испытываю и в принципе макияж тоже довольно таки хорошо снялся немножко мне конечно пришлось приложить усилия но не вижу в этом ничего страшного мне кажется даже вот этот глаз чище чем вот этот вы видите да что я ничего пока водой не смывала абсолютно не щиплет никакой рези и справился замечательно по результатам сегодняшнего тестирования вот этого средства нет я сразу его отметаю из-за неприятных ощущений а вот этому мицеллярному лосьону от новосвит я говорю да еще раз всем привет продолжаем тестирование мицеллярной воды и на сегодняшний день это будут последние два тюбика от лореаль средство для снятия макияжа с глаз бережное удаление макияжа ухаживает за ресницами протестировано под офтальмологическим контролем подходит для чувствительных глаз и средство от диадемин лосьон для снятия макияжа с глаз тоже протестировано офтальмологами бережное очищение для всех типов кожи ну и давайте наверное начнем с диадемин наливаю на ватный диск вы можете видеть что средство действительно голубого цвета здесь и сам флакон голубой ну и жидкость тоже голубая практически без отдушки без запаха ну и без лишних предисловий снимаем макияж с правого глаза у меня сегодня на глазах снова стрелки тушь и тени на базе все как обычно а пока никакого ощущения жжения я не испытываю никакого дискомфорта на ватном диске видите осталась косметика но пока растворилось все не до конца но тем не менее я не могу сказать что я долго держала хвостик подводки никак не хочет стираться немножко приближу чтобы вам было видно вот видите сколько средства сколько косметики осталось на ватном диске ну вот примерно так остатки уберу с помощью воды что могу сказать сам глаз не раздражает и не щиплет уже когда я начинаю долго возить средством по коже вокруг глаз немножечко такое знаете ощущение ну какой то такой знаете легкий дискомфорт появляется но опять же сам глаз ни в коем случае не щиплет не раздражает никакой рези я не чувствую вы можете сами видеть что ни слезоточивости у меня не появляется ничего то есть дискомфорта я не испытываю в принципе нормально и косметика сняла лучше намного снимает макияж нежели невеевские средства в первый день тестирования поэтому в принципе будем считать что со своей задачей справляется хорошо и глаза не раздражает ну и средством от лореаль завершу сегодняшний тест драйв абсолютно прозрачная жидкость легкая такая косметическая отдушка и пытаемся растворить косметику пока без лишних растираний в принципе все средства которые я за эти три дня тестирую отлично снимают тушь вот немножко они на подводке спотыкаются несколько сложно справляться с подводкой но если подольше подержать в принципе средства справляются за исключением первой невеи там вы видели такие серьезные были разводы в принципе вот можете оценить результат диадемин и лореаль и то и другое средство нормально справились с моей косметикой и что касается вот этого средства оно мне сейчас очень понравилось и хорошо снимает макияж и абсолютно не раздражает глаза подытожу сегодня я тестировала вот эти два средства и в принципе оба мне понравились отлично снимают макияж не раздражают не щиплет глаза но наверное все таки от лореаль средство мне понравилось чуть больше потому что от диадемин все таки мне пришлось слегка ватным диском с водой убрать остатки этого средства чтобы на коже не было никакого раздражения мне показалось что немножечко немножечко начинает припекать и по всем трем дням делаю такой вывод на второе место ставлю лосьон для снятия макияжа с глаз от диадемин и первое место у меня разделят два продукта это средство от лореаль которое подходит для чувствительных глаз это действительно так и мицеллярный лосьон от новосвит также подходит для чувствительной кожи абсолютно никаких отдушек здесь нет это нейтральный аромат и очень бережный к глазам не щиплет не раздражает и очень хорошо снимает макияж поэтому два этих средства на первом месте опять же сегодняшнее видео не совсем показательно я просто демонстрирую вам как тот или иной продукт справляется со своей задачей как снимает макияж и вызывает резь приятные и неприятные ощущения но вы меня понимаете что же касается воздействия на кожу под глазами сушит он ее или не сушит это можно будет понять только с течением времени поэтому сейчас это просто такая оценка продукта стоит или не стоит его приобретать раздражает глаза не раздражает справляется с макияжем или не справляется и скорее всего только в пустых баночках я смогу вам ответить на вопрос как относится тот или иной продукт к коже под глазами потому что все это понятное дело мы поймем только со временем на этом я с вами хочу попрощаться надеюсь что видео было для вас интересным самое главное полезным я очень старалась и если вам понравилось то поддержите меня пальчиком вверх мне будет очень приятно подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны чтобы не пропускать новые видео и если не видели предыдущий тест-драйв на бюджетные средства для снятия макияжа с глаз то ссылку я оставлю на это видео в инфобоксе заходите, смотрите всем пока-пока еще увидимся